Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться. Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было. Как бы ни была острая обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны. Но, видя, как разворачиваются события на фронте, в соседнем государстве, и изучая войны, которые случились в последние годы в мире, мы, как я уже часто говорю, реформировали четырежды свою армию. А это, наверное, уже пятый раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Поэтому сегодня обсудим это. Первое. Это война. Правда, я сегодня услышал тезис от нашего ведущего на учении. Новый. Ранее я этого не слышал, и слава Богу. Но мы всегда считали и считаем, что нынешняя война без беспилотников невозможна. Сегодня он сказал, что как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее. Но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси. Ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому, да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий. Беспилотники – дело серьезное. Дело, как военное, говорят, очень эффективное и выгодное с точки зрения войны. Жутко так говорить, но тем не менее. И сегодня, как я уже говорил, воюющие стороны не жалеют беспилотников для того, чтобы охотиться за одним человеком. Потому что это дешевле, чем подготовить бойца. Поэтому, да, беспилотники. Чтобы эффективно противостоять этим вооружениям, надо иметь современную систему защиты. Радиоэлектронной борьбы, систему РЭП. Мы знали это давно. Это наша белорусская тема. И в Советском Союзе мы были на передовых. Вот сейчас очень пригодилось. Поэтому мы должны и можем создавать самые современные комплексы подавления беспилотных летательных аппаратов. И не только их. Немало сделано, но еще больше предстоит сделать. Контр-батарейная борьба. Новый появился термин у нас военных. И не только термин. Новый процесс в бою. Контр-батарейная борьба. Тебя атаковала артиллерия, так? Ты должен мгновенно обознать координаты, откуда ты атакован, и ответить. Правильно я высказал? Вычислить координаты атакующей артиллерией? И накрыть эту артиллерией. Делать надо быстро. Но для этого надо иметь соответствующие системы. Ну и многое другое, что демонстрирует практика боя. На юге нашей страны, практически у нас, за забором. А как видим, в последнее время с этими БПЛА, беспилотниками. И у нас это уже война идет. Нам надо не просто быть готовы сегодня к противодействию этой заразе. Но еще вчера мы должны быть готовы. Что-то у нас есть. Вы это показали. Для сегодняшнего дня, мирного времени, для того, чтобы обучать людей, мы имеем. Но мы же готовимся к войне. А в военное время нам надо в 10 раз больше того, что мы сегодня видели. Поэтому это первый вопрос, который мы с вами должны обсудить. Ну и я давно уже говорил. Мы компактная, небольшая по численности население страна. Мы не Россия. 140 или 150 миллионов человек. Тем более не Китай, не Индия и не блок НАТО. Мы не можем по своим возможностям экономическим содержать армию, которая нужна для войны. Поэтому надо приспосабливаться. Надо делать народное ополчение, территориальная оборона, вооруженные силы. Для этого надо в стране иметь единство и дисциплину. Это у нас есть. Система у нас определена. Она практически создана. Мы ее проверяем. Госсекретарю задача поставлена железно, чтобы это было все проверено. Не для показухи, начиная от народного ополчения до вооруженных сил, до армии. То есть система обороны нашей страны у нас создана. Более того, была поставлена задача напрямую ОМОНовцам, спецподразделениям, Алмаз, Альфа и так далее. И нашим внутренним войскам была поставлена задача откопать всех, кто служили в этих подразделениях, взять их на учет, кто может продолжать воевать эффективно и обучать их. В ближайшее время проверим все подразделения. Почему я на этом настаиваю? Потому что это спецподготовку, люди прошедшие, и это очень дорого нам стоило. Подготовить таких спецназовцев, это большие деньги. Более того, даже охотникам была поставлена Шуневичу задача иметь бригаду. Когда я ему предложил, мы вооружим там и так далее, он сказал, не надо. У нас оружие, говорит, не хуже, чем в армии. И это надо посмотреть, как создается, что создано. Они тоже, охотников у нас много. Они должны иметь свое подразделение со своим, тем не менее, к конецкой зале оружия. Где мы подготовим лучших снайперов, чем у них? Поэтому и это надо использовать. По-хозяйски отнестись. Они рассчитывать, как в советские времена, деньги не дадут. Мы военный городок построим, наберем туда тучу людей, будем их учить, как обычно, в армии мы делаем. А потом они научатся воевать. Это, ребята, мы так экономику положим. У нас низший народ будет ходить. Мы не можем огромные деньги такие вкладывать в такую систему подготовки. Ну и я ставил задачу военным, чтобы мы подошли к переформатированию, обучению и подготовке в самой армии. Чтобы не было излишней муштры. Чтобы, а, мы уже это заметили, физически были готовы ребята. А у нас с этим оказались проблемы. Пусть небольшие, но оказались. Поэтому физподготовка должна, как и огневая подготовка, быть на первом месте. Как огневая, тактическая и так далее. И изучение современных видов оружия. А то у нас солдат, вроде и специалист неплохой, но ему 4 килограмма или там 3,5 автомат на шею повесь, он 3 километра не пройдет пешком. Не то, что не пробежит там марш-бросок, как мы бегали по 10 километров. А может быть за сутки и больше придется ходить или бегать. То есть армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние. Пока у нас есть это единство в обществе и есть дисциплина. Отвечая на этот вопрос, сделали или нет, скажу еще нет. И вот закончим мы здесь разборки в сельском хозяйстве по уборке. Другим вопросом наступит зимний период. Проверка будет жесточайшая по всем направлениям. Наших военных в целом, не только армии, но и МВД, и Комитета госбезопасности. Каждому нарезаны задачи. Все все знают. Надо выполнять. Но отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение. Из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то в службу в армии или в каких-то подразделениях. Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Первая тема – оружие и боеприпасы. Вторая тема – кадры вот этих вот умных, толковых, сильных стариков и то подразделение, которое мы решили из их состава создать. Продолжение следует...